Православную культуру в школы. Под таким девизом накануне прошло совещание в архиерейском доме. Священнослужители заявили, директора не пускают их в школы на родительские собрания. В итоге модуль по православной культуре практически никто не выбирает для своих детей. Действительно ли православная вера так не популярна в светских школах, выясняла наш корреспондент Мария Терехина. В марте, как обычно, передаватели трехклассников встают выбор, какой модуль из курса основы религиозной культуры и светской этики будет изучать их ребенок в новом учебном году. Как выяснить, большинство мамочек и папочек отдают предпочтение самому нейтральному варианту. В прошлом году модуль светской этики выбрали больше половины родителей. Почти четверть проголосовали за мировую религиозную культуру. И только 18% захотели изучать на уроках основы православной культуры. Считают, что с ними можно познакомиться и на других уроках. А еще лучше, за пределами школы. Думаю, что это для воскресных школ, а образование у нас все-таки светское. Представители церкви в недоумении. Предполагают, что педагоги и родители неправильно понимают содержание курса. Там нет никакой пропаганды, только история и основа веры. И настаивают, что преподавать должны не священники, а обязательно светские, обычные школьные учителя. А прийти и объяснить это у священнослужителей не получается. Мол, на школьные собрания их не пускают. В некоторых школах края, когда наши ответственные на местах обратились, им был ответ дан, что собрания уже прошли. И раньше сроков, обозначенных в официальном графике. Это раз проблема. И вторая проблема, связанная с настроем некоторых директоров и с их незнанием все-таки детально. Курсы не совсем представляют, что это за курсы. Предмет с аббревиатуры ОПК появился в школьном расписании два с половиной года назад. Директора говорят, что ничего никому не навязывают. Родители сами выбирают, что считают нужным. В управлении образования поясняют, преподавать предмет может каждый педагог, окончивший специальные курсы. Ведут у нас в школе учебные модули. Педагоги начальной школы, которые проучены в ряде школ. Учителя истории, общества, знания. Есть педагоги, учителя литературы, МХК. То есть это спектр. Школа сама уже смотрит, соответственно, свои образовательные программы. Кто из педагогов преподает данный курс, они регулярно проходят повышение квалификации. А значительная часть родителей считает, что этот предмет необходим, даже атеистам. Я считаю, что дети должны знать культуру православную или кому какую нужно. Это не плохо, это никакая не секта, не что. Это просто, чтобы люди немножечко, дети, ну как сказать, были милосерднее, наверное. Тем временем в Красноярской епархии на специальном совещании накануне уже составили план по улучшению преподавания православной культуры в школах. В одном из пунктов продлить родительские собрания до конца марта, чтобы священники наверняка успели побеседовать с родителями. Управление образования обещали пойти навстречу. Мария Терехина, Александр Шевелев, Дмитрий Комаров, 7 канал, Новости.